То, что в «Автостопе» в большом количестве появились сюжеты про перевод автомобилей на газовое оборудование и не только про фирму «Экогаз», которая располагается здесь, на советской семье, вполне объяснимо. Дело в том, что за последние 15 лет большинство автомобилистов, ну, примерно 50 тысяч человек, потратили, точнее, переплатили за топливо по однокомнатной, может быть, по двухкомнатной, а может быть, по трехкомнатной квартире. Немножко обидно становится. Кстати, один из автомобилистов я и есть. Потому что вот вам разница. Если бы 15 лет назад я свой автомобиль или весь свой автопарк перевел на газ, то моему молодому человеку, сыну, уже была бы квартира в запасе. Это только разница. А есть еще и другая экономия. Так что, мамы, девушки, всех своих мужиков срочно отправляйте устанавливать на свой автомобиль газовое оборудование, которое, по сути, теперь уже является лебединой песней двигателей внутреннего сгорания. Как говорится, от чего шли, к тому и пришли. Ибо первоначально ДВС работал на газу или на газе с генерированным газогенераторами вплоть до 60-х годов прошлого века. Конечно, сэкономить за оставшийся период на хату будет сложно. Хотя, как сказать, некоторые ведь бестолку могут ездить в улочную на Мерседесах или обеспечивать всей семье по автомобилю, а затем париться с парковками. А мы сейчас про тех, кто умеет соображать головой и ценить свой труд, сконвертированный в деньги. Человек вот потихоньку доходит и понимает, что такое газ. Как вы думаете, как ваша жизнь изменится, после того, как вы установили в свою машину газовое оборудование? Ну, экономия прежде всего, потому что топливо, как в городе, не очень качественное, во-первых. Во-вторых, цена все время возрастает. Я думаю, газ намного. Во-первых, экономия тут по карману уже сразу будет видно разницу. То есть, слово «ослиная моча» вам тоже понятно, как и мне, да? Да. Тут это с бензином, во-первых, она очень плохо ездит на этом бензине. В городе практически заправиться-то негде. Я вот заправляюсь только на двух заправках и едет хорошо. А это вот очень плохо переносит плохие бензины. И поэтому я решил на газ. То есть, а сколько стоит вот это оборудование, которое вы сейчас решили поставить себе? 11 тысяч. То есть, не инжектор, а обыкновенный просто впрыск, да? Да, да. А счастье-то вы представляете, сколько? Если вы, допустим, ездите каждый день по 100-150 километров. А купается во сколько? Как думаете? За месяца три, я думаю. Ну, в какой еще другой стране мира такой маразм возможен? Водитель ищет заправку с более качественным бензином. Только Россия. Конечно, газ набодяжить можно, но это в разы сложнее. Поэтому количество косяков с мотором в разы меньше. Да потому что ездим без бензина. А еще и в три раза дешевле. Судя по тому, что количество людей, желающих перейти на газ, не уменьшается, я могу с уверенностью говорить о том, что голова у магнитогорских водителей все-таки присутствует. Ну, наверное, я за водителей не могу сказать, но количество автомобилей на газ, скажем, возрастает. Желающих установить газобаллонное оборудование. Вы делаете эту работу со своим качеством. Мне очень понравилось, потому что не торопитесь. Одна-две машины в день. То есть, прежде всего, внимание именно к автомобилю? Прежде всего, внимание к автомобилю и качественной его установке. То есть, газобаллонного оборудования. Мы не хотим ущерб сделать из того, чтобы побольше народу, но поменьше качества. Лучше поменьше народу, но чем меньше к нам ездить, тем лучше. Я имею в виду по ремонту. Я очень сильно удивился, когда мой автомобиль 300 лошадиных сил с большим объемом приносит мне выгоду не в один, не в два раза точнее, а в три раза. В чем секрет? Ну, секрет, допустим, в том, что автомобиль с большим объемом, ну, по большому счету, без разницы, какой двигатель, ой, да какое топливо. То есть, ему без разницы, что жрать, поэтому газ намного дешевле. И, соответственно, заправляя газом, мы имеем огромную выгоду, переводя автомобиль на газ. То есть, вы можете перевести и V6, и V10, и V12? Ну, так думаю, что да, можем. Но V6-то легко уже, как семечки. Нет, V6 легко, V8 тоже без проблем. Но V12-то еще бывают нюансы. Ну, попробуем. Да, попробовать можно, конечно. То есть, туда, где был бензин дорогой и никакой одновременно, впрыскиваем газ и получаем чистую экономию и чистый выхлоп. Кстати, про экологию. Комбинат наш не самый большой урон здоровью нашему наносит. С 80-х годов прошлого века количество выбросов там сократилось-то в 5 раз, а количество автомобилей увеличилось в 30. Конечно, вреда бы можно было бы избежать, ставь мы сразу газ, как это делают австралийцы или жители Азии или Океании. Но наши мозги были как-то не так склеены. Но теперь и время другое, и мозги по-правильному включать надо. И еще немножко из экономии. Бюджет города Магнитогорска, если я не ошибаюсь, не такой большой. Всего там 3 с небольшим миллиарда рублей. Поэтому нам не хватает денег ни на дороги, ни на что. Хотя, если бы весь автопар города Магнитогорска перешел на газ, то сумма экономии составила бы 1 миллиард рублей в месяц. Ну, представьте себе, на что строится рублевка, бензозаправки и все остальное. Это же элементарно. Хотя, в принципе, газ всегда стоил дешево и во времена Советского Союза. Тогда просто деньги считать умели. Ну и в завершении, что меня особо порадовало. Недавно видел автомобиль КАМАЗ с большим количеством газовых баллонов, метановых. То есть, потихонечку управление механизацией треста-магитостроя тоже включает голову и переводит дизельный автопарк на самый экологичный вид топлива. Ну, а тот, кто хочет свою машину поставить на экологичный и экономичный газ, ну, пропанобутановую смесь, либо просто метановую, что будет еще в 3 раза дешевле, то приезжаем сюда, фирма Экогаз, которая располагается на советской 70. Это Горгаз, ну, заезжаем за него, да, бокс, без особых вывесок, зато это тоже экономия.